Шторм 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 Итак, добрый вечер, уважаемые партнеры, добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, новички. Я приветствую вас, зовут меня Сергей Лисица, город Биск. Сегодня 11 января 2014 года, нового года. Теперь я вас поздравляю с наступающим старым новым годом. Хочу сказать, что 2014 год это год необычный. Ну, во-первых, это год лошади. А лошадь это животное, которое все время находится в движении. Это животное, которое движется только вперед. И причем у лошади есть одно замечательное свойство. Когда она движется вперед, она по бокам не смотрит. Она сфокусирована только на то, что видит впереди себя. Это ее преимущество. И это то, что нас очень радует. Потому что 2014 год, это наш год. Это год нашей компании Skinny Body Gear. И для нас этот год будет годом больших свершений, огромных успехов. Мы в СНГ прошли свой первый год, он был непростой. Но мы выстояли, мы выдержали. Не все, конечно. Но путь к успеху не бывает легким. Я говорю к успеху, потому что другого нам не надо. Нам нужна, как поется в одной песне, нам нужна одна победа. Одна на всех. И мы за ценой не постоим. А 20 января 2014 года у нас исполняется ровно три года нашей компании Skinny Body Gear. Вот и дождались мы нашего юбилея. Потому что это уже усрок. Это уже успех. Потому что три года это показатель стабильности компании. Это показатель надежности компании. Потому что статистика такова, она гласит, что самый сложный год для новых компаний это первый. 90% всех компаний первый год не выдерживают. 90% компаний рушится. И поэтому три года это срок, показывающий, что компания твердо и уверенно вышла на путь продвижения своей заветной цели. Для того, чтобы занять одно из лидирующих положений на рынке, на мировом рынке бизнесе MLM. И сегодня у нас было поздравление от наших американских коллег, от наших американских партнеров нашей американской компании. Это своего рода обращение. Они приветствуют нас и говорят, что мы находимся в лучшее время и в самом нужном месте. Еще никогда не было лучшего времени, чем сейчас, когда компания уверенно набирает обороты. Когда продукт компании пользуется все большим и большим спросом во всем мире. И наши доходы растут с такой скоростью, которую не могут себе позволить большинство компаний MLM бизнеса. И четкое и ясное обращение. Готовьтесь к взрыву. Готовьтесь к взрыву уже в этом году. Я еще в конце года, по итогам года предыдущего, я тоже говорил, что, ребята, нас ждут великие дела. Что нас ждет огромный взрыв именно в 2014 году. Потому что, если в Америке бум начал уже через два года. Первый год для нас был нелегким. Первый год был своего рода испытанием для нашей русскоязычной команды. И мы его выдержали с честью. И мы его прошли. И теперь мы сделали такой фундамент для нашего трамплин, для нашего дальнейшего взрыва, для нашего дальнейшего скачка именно в продвижении нашего бизнеса. И теперь 2014 год. Он действительно будет для нас судьбоносным. И поэтому наши американские коллеги, они как раз нас и об этом говорят, об этом предупреждают. И говорят, ребята, готовьтесь, потому что все, что вы хотели, все, что вы наметили, все осуществится в 2014 году. И далее они говорят, за эти три года мы заявили о себе как о самой быстро растущей компании в отрасли. И это во многом благодаря нашему замечательному продукту, нашей системе обучения и поддержки и нашему плану компенсации, всем инструментам, которые мы вам даем, и инновационному подходу в управление компанией. Таким образом, мы хотим помочь вам зарабатывать еще больше в нашем бизнесе и достичь новых высот по карьерной лестнице. И в новом году будет несколько новшеств и будут новые инструменты. Это будут новые веб-сайты с новыми видеороликами, также будет подростковый веб-сайт и также запускается новый продукт Skinny Fiber для подростков, который мы уже с нетерпением долго ждали. И наш самый мощный инструмент это живые мероприятия, семинары компании, которые регулярно проводятся во всех точках мира и которые позволяют многим нашим партнерам после посещения этих мероприятий за шесть месяцев закрывать статус даймондов. И такое мероприятие первое в этом году пройдет от 7 по 9 февраля в городе Шарлотта, Северная Каролина. Это первый семинар в этом году. Также были озвучены итоги работы компании за 2013 год и показаны десятка стран топ-10 по товарообороту в мире. Первое место, как и всегда, как и в прошлые годы занимает США. Второе место Канада. Третье место Россия. Россия была на третьем месте, она сохранила свое лидирующее положение. Четвертое место Австралия. Пятое Великобритания. Шестое место Казахстан. Седьмое Украина. Восьмое Новая Зеландия. Девятое Германия. Десятое Гуам. Вот вы знаете, я даже, честно сказать, даже не знаю, кто это такое за Гуам и где-то находится. Стыдно, но оказывается такая малоизвестная страна. А посмотрите, какой успех в нашем бизнесе. И нас поздравляют с Новым Годом. И желают всех нас, конечно, видеть на этих семинарах в городе Шарлотте. Итак, мы поблагодарим наших американских коллег и перейдем к теме нашего вебинара. И тема сегодняшней презентации – это подробный маркетинг-план. Я его назвал «Маркетинг-план наизнанку». Я разложил его по винтикам, по полочкам. Я сделал его так, чтобы он был доступен и понятен даже новичку. Потому что наша основная проблема заключается в том, что 90% и партнеров, и дистрибьюторов, и новичков, они совершенно не разбираются в маркетинг-плане. Они совершенно не могут его понять. Хотя, надо сказать, что он у нас вроде бы, как считается, довольно простой, но почему-то его не могут понять. И я изобразил его в виде вот такого вот зверя, дикого такого, страшного, грозного. Он разорвет любого, кто не захочет его понять, кто не примет его. И наоборот, он превратится в такого ласкового и нежного зверя, который поможет тебе получить все от этой жизни. Этого зверя надо приручить. И он будет вашим самым преданным другом на всю вашу жизнь. Давайте же сегодня попробуем его приручить. Я уже говорю, что проблема многих партнеров, компаний, дистрибьюторов в том, что они не могут понять и не понимают нашего маркетинг-плана. И мы отовсюду слышим, что в Skinny BodyKey нет денег. Ладно бы это говорили новички, но это говорят партнеры, которые заявляют, что они по 10 лет в сетевом бизнесе. Мне это довольно странно слышать, потому что я тоже уже второй десяток в сетевом бизнесе. И если я занимался сетевым бизнесом, я в каждой компании, я начинал все с маркетинг-плана. Я изучал его подробно, до мельчайших подробностей, потому что маркетинг-план – это основа основ. Маркетинг-план – это деньги. Не зря есть такое выражение. Незнание маркетинг-плана освобождает вас от денег. Так вот, те, кто не зарабатывает денег, 100% не знают этот маркетинг-план. Поэтому мы должны его знать как отче наше. Поэтому давайте мы сейчас его разберем, как я говорю, по косточкам, по винтикам, разложим по полочкам. И пусть это будет настольная книга для каждого новичка, для каждого партнера. Важно понять не просто, где деньги лежат, но и также, сколько их там. И такой важный вопрос, а каким образом их можно взять. Ведь сказать, что деньги лежат, это еще не значит, что они у вас. Подойдите мне, спросите, где лежат деньги. Я вам сразу отвечу, где лежат деньги. Деньги лежат в банке. Он пошел, я спрашиваю, ты куда брать банк? Ну понятно, да? Узнать, где деньги лежат и взять их. Ведь маркетинг-план, в общем-то, он и создается для того, чтобы показать нам все виды вознаграждения. И наша задача взять все, что дает маркетинг-план по максимуму. Он создается для нас, для нас, только для нас. Потому что он показывает нам, где, сколько, когда мы сможем вот это все осуществить. Только вот маркетинг-планы у всех компаний, они разные. И цели создания их тоже разные. И мы должны задать себе один самый главный вопрос. А для чего мы приходим в сетевую компанию? Что мы хотим получить здесь? Цель прихода. Вот каждого новичка нужно задавать ему вот этот вопрос. А то у нас получается, что у нас приходит просто так какая-то перец. Пришел, пришел, как бы так, посмотреть. Или пришел, так сказать, попробовать. В новой компании я решил попробовать. Получится, буду, не получится, не буду. То есть будут деньги давать, будут здесь сидеть, не будет, значит, уйду и так далее. И вот этот самый главный вопрос, на который нужно ответить. И только ответив на этот вопрос, мы должны задать себе следующий вопрос. А что делать надо, чтобы получить то, чего мы хотим? А уж самый последний вопрос, это как? Как это сделать? А у нас же в основном получается все наоборот. Почему? Я хочу теперь вас вернуть к следующему слайду. Показать вам вот такую картинку. Значит, я постоянно, когда говорю о сетевом бизнесе, показываю вот этот слайд. Потому что, как я понял, большинство, большинство дистрибьюторов сетевых компаний, практически они не понимают, что такое большой бизнес, что такое малый бизнес. У них есть только две категории, дистрибьютор и клиент. И все. Так вот, кто же приходит к нам в компанию? Так вот, самая большая категория, это потребители. Их 80%. Потребители, они денег не зарабатывают, они их тратят. 10% это малый бизнес или розничный бизнес. Это продавцы. Это люди, которые любят, умеют и хотят продавать. И для них это, он является основным источником дохода. И 10% самая основная, это большой бизнес. Большой бизнес это строительство огромных организаций. Это строительство сетей. Вот куда компания и весь маркетинг план для кого создается. Вот для кого. Вот кто здесь зарабатывает деньги. Потому что вот эти 10% они развивают бизнес. Они двигают компанию. Они двигают ее по всему миру. Вот эти 10%, которые зарабатывают деньги. И вот поэтому мы и должны спросить новичков, когда они приходят. Цель прихода. Кем ты себя здесь видишь? Что ты хочешь получить от этого в компании? И вот здесь откроется одна очень большая проблема всего сетевого бизнеса. Дело в том, что 90% всех дистрибьюторов, всех сетевых компаний не имеют понятия о том, что существует две модели бизнеса. Малый бизнес и большой бизнес. И 90% всех дистрибьюторов работают по малой модели бизнеса. То есть упор делается на розничные продажи продукции. Но они всегда говорят новичкам или кандидатам, говорят о чеках там со многими нулями, о бесплатных машинах, о путешествиях по всему миру. Но они не говорят о том, что этого нет в малой модели бизнеса. Они занимаются розничными продажами, содержат склады, обслуживают клиентов и ничего не зарабатывают. Я говорю, ничего не зарабатывают с точки зрения критериев большого бизнеса. Когда мы приходим сюда, нас интересуют доходы со многими нулями. Они по 10 лет в своих компаниях занимаются обслуживанием клиентов, содержанием складов. И имеют максимум 1-2 тысячи долларов в месяц. И они не могут ни на минуту бросить свой склад, даже на неделю, потому что это продажи, это обслуживание клиентов. Так зачем же мы идем в сетевой бизнес? Продавать продукт? Так 90% людей этого не любят делать. Они не хотят этого делать. И они не будут этого делать. Вот откуда у нас берется негатив на всю сетевую индустрию в целом. Приходит новичок, вот такую компанию, а ему говорят, надо продавать. Я не умею продавать. Не умеешь продавать? Не продавай. Покупай. Нет денег. Продавай. Не умею. Учись. Не хочу. Будь бедным. Точка. И ушел новичок. Все вот с таким негативом на всю сетевую индустрию в целом. А ведь мы начинаем сетевой бизнес с одной целью. Зарабатывать деньги. Вернее, учиться зарабатывать деньги. А деньги, большие деньги, это в большом бизнесе. А большой бизнес, это не бизнес продаж. Это бизнес обучения и дубликации. И единственная причина, по которой надо начинать свой сетевой бизнес, это создание огромных организаций. Все деньги в сети. Нам платят за это. Вот почему в сетевом бизнесе зарабатывают большие деньги только 10%. Это те, кто строит сети. Вот чем надо заниматься. Вот чему надо учиться. Я подчеркиваю. Учиться. Вот чего не понимают новички. Вот чему мы учим. А для этого нужно время. Любая профессия требует времени. Так вот, маркетинг план и платит нам за то, что мы строим сети. И все деньги получают вот эти 10%. Потому что потребители не строят сети. Продавцы не строят сети. Продавцы и потребители, они стабилизируют бизнес. Да, их больше всего в структуре. А развивают бизнес дистрибьюторы и в первую очередь лидеры. Вот кому платит компания. Тем, кто ее развивает. Все деньги в сеть тем, кто ее строит. Поэтому, когда приходит новичок и говорит, я не хочу никого приглашать, на это, по крайней мере, я отвечаю, этот бизнес не для тебя. Пожалуйста, в любую другую сферу, пожалуйста, открываем газету, в рубрику требуется на работу и иди работай на дядю. Продавай свое время за деньги. Всю жизнь работай на чужую мечту. Но если мы приходим в сетевой бизнес, мы должны четко понимать, что наша задача учиться строить большие организации. Как говорят, не боги горшки обжигают. Мы тоже когда-то пришли в свое время, первый раз в первую свою компанию, тоже ничего не умели. Но мы прекрасно понимали, что нужно учиться. Нужно начинать с чистого листа, потому что это совершенно другая профессия. И то, чему нас учили в школе и в институте, оно совершенно не пригодилось. Совершенно, абсолютно не пригодилось. И здесь надо было все начинать с нуля. Только нужно понимать, как работает этот бизнес. И что мы хотим получить в этом бизнесе. И в этом вопросе надо нам давно уже просто поставить точку. Потому что многие приходят сюда на халяву. Значит, четко нужно, все должны понимать, халявы нет и не будет. Бесплатный сыр, только в мышеловке. В нормальной, серьезной, сетевой компании нужно упорно работать, нужно учиться. И еще один момент, на котором бы я хотел остановиться. За какими деньгами мы сюда приходим? Да, многие скажут, что да, за большими деньгами. Ну, большие понятия такое, у каждого понятия оно совершенно разное. Другой момент здесь есть. Что мы хотим получить в этом бизнесе? Самое главное. Так вот, самый главный момент. Мы приходим сюда не просто зарабатывать деньги. Мы приходим сюда за получением пассивного дохода. Его называют резидуальный доход, остаточный доход. Цель нашего прихода сюда и работы в компании – это создание пассивного дохода. Что такое пассивный доход? Это доход, который мы будем получать уже независимо от того, что мы будем делать. Мы в свое время вложили усилия и время, и в результате получили что? Получили деньги. Получили, мы стали как инвесторами. Мы получаем вознаграждение всю нашу жизнь за ту работу, которую мы когда-то проделали. Я говорю всю нашу жизнь, имея в виду жизнь компании. Это столько, сколько компания будет находиться на рынке, столько мы будем получать. Вот почему мы всегда говорим о надежности компании, о том, сколько она будет на рынке. И поэтому, естественно, нас интересуют компании, которые пришли всерьез и надолго. Если вы хотите что-то урвать и бегать по компаниям, тогда, пожалуйста, ради бога. Но если вы хотите получить пассивный доход, нужна компания, которая пришла всерьез и надолго. И компания Skinny BodyKey, она уже себя зарекомендовала и подтвердила, что эта компания пришла всерьез и надолго. И сегодня мы будем разбирать маркетинг-план, и я вам его покажу все до винтиков, как говорится, до самых последних мелочей. Для того, чтобы четко, ясно понимали, где мы находимся, что мы имеем и что мы должны получить в нашей компании. Надо сказать, что президент нашей компании, это Бен Глинский, я, конечно, испытываю очень глубокое уважение к этому человеку. Потому что за год работы в компании у меня сложилось о нем самое прекрасное впечатление. Ну, во-первых, прекрасный, прекрасный семьянин, прекрасный бизнесмен, отзывчивый, доброжелательный, сетевик. И надо сказать, маркетинг-план, это он создал лично. И я, когда буду вам показывать, вы увидите, насколько тонко, насколько грамотно он его создавал. И нужно понять одну простую вещь. Ведь для кого создается маркетинг-план? Понимаете? Дело в том, что маркетинг-план создать несложно, в принципе, для грамотного маркетолога. А вот цель создания, если компания хочет, так сказать, обогатиться, урвать свою долю пирога за счет дистрибьюторов, это одно. Но это компания, которая пришла, понимает, что они пришли на время, что их задача, как говорят, собрать деньги и, так сказать, исчезнуть с горизонта. Но другой вопрос, когда компания пришла всерьез и надолго. Вот здесь, здесь очень важен ход мысли, рассуждения президента, когда он создавал этот маркетинг-план. И надо сказать, на сегодняшний день маркетинг-план непревзойденный. И кто бы там ничего не говорил, особенно те, которые говорят, что в скине нет денег, я думаю, что после сегодняшней презентации никто никогда в жизни этого не заявит. Потому что достаточно ему показать вот эту презентацию, и аргументы закончились. Вообще существует четыре вида маркетинг-планов, и самый надежный на сегодня из них – это классический маркетинг-план. Классический маркетинг-план – это все компании, которые сегодня на рынке, которые более 10 лет, у них классический маркетинг-план. Это самый надежный, самый надежный маркетинг-план. И это классический – это солнышко. Это, значит, лично приглашенные все выстраиваются в первую линию. И вторая линия – это приглашенные приглашенных, и таким образом. Существуют еще бинарные планы. Но я сейчас подробно не буду расстанавливаться. Я уже останавливался в прошлой презентации на этих планах, чтобы у нас времени заменять. Я просто коротко. Бинарные планы, они живут 5 лет, и компании, которые создают бинарный план, они преследуют одну цель. Они прекрасно знают, там умные люди, что компания через 5 лет не будет, либо она будет влачить жалкое существование. И задача – собрать деньги. Поэтому идут бинарные планы. И в бинарных планах быстрые заработки для топ-лидеров. Но потом дальше никаких перспектив нет. И есть тренары, матрицы, и смесь первого, второго, третьего, четвертым и пятым. Так вот, для чего создавался маркетинг-план? Так вот, я скажу, что маркетинг-план, который создал Бенглинский, когда я вам покажу все нюансы, он создавался для нас, для дистрибьюторов. Он создавался с одной единственной целью, чтобы мы могли заработать как можно больше денег здесь. Мы искали в этом маркетинг-плане подводные камни уже в течение года. Как только мы не искали, мы не нашли ни одного подводного камня. Я даже в свое время, проводя презентацию, всегда, если присутствовали кто-нибудь из сетевиков, я всегда говорю, пожалуйста, я не могу найти в этом маркетинг-плане ни одного подводного камня. Если вы мне поможете, я буду вам чрезвычайно благодарен. И вы знаете, до сих пор ищут. Поэтому сейчас я вам все подробненько расскажу. Так вот, маркетинг-план, который создал Бенглинский, позволяет получать до 70% вознаграждения, которые отдаются в сеть. 70%. На сегодня это самый высокий процент. Самый высокий процент. Для сравнения, я здесь не собираюсь плохо говорить, никаких компаний, я просто для сравнения. Для сравнения компании Amway 25%. Вот и сравниваете. 25% и 70%. Я это говорю, потому что я компания Amway, я в свое время работал. Далее. Нет продаж. Это компания нового поколения. Это совершенно нового поколения. Компания, которой нет продаж. Понимаете, вот сетевик создавал маркетинг-план и прекрасно понимал проблему всего сетевого бизнеса. Что 90% компаний, которые компания прямых продаж, они ориентированы на продажи. Чего не любят делать 90% людей. Понимаете, какое противоречие здесь состоит в этом. Так вот, в данном случае, видя эту проблему, Бен Глинский сделал компанию непрямых продаж. И в принципе, даже наоборот, компании не нужно продавать продукт. Компания создается за счет создания сети потребителей. Все очень просто. Вступаешь в компанию, берешь для себя любимого продукта на определенную сумму, определенное количество и все. Причем это количество такое, что оно не требует от тебя идти на рынок и продавать. Потому что если превышаются пределы личного потребления, тогда что с ним делать с этим продуктом? Либо ты затовариваешь себе всю квартиру, делаешь склады, либо мажешь на хлеб. Все. Либо уходишь. Что и делает третий вариант. Потому что, как я говорил, что люди продавать не любят. Итак, маркетинг план компании Skinny Body Care. 8 видов заработка. Бонус линии Powerline. Розничный бонус. Бонус быстрого старта с глубиной до пятой линии. Комиссия по матрице. Бонус бесконечности или мэтчинг бонус. Бонус за оптовую покупку. Лидерский бонус. И бонус за достижение ранга. И вот, начиная рассказ о маркетинг плане, я сразу же вас хочу обратить на одну интересную вещь. Одна очень интересная вещь. Ну, на которую я обратил внимание. Вот смотрите, цифра 8. В маркетинг плане четыре раза встречается цифра 8. Что бы это значило? Вы знаете, восьмерка, она означает символ, это символ бесконечности. Если восьмерку вот таким образом положить, это знак бесконечности. Это значит бесконечные возможности. И вы знаете, мне очень импонирует Бен Глинский только потому, что он прекрасно знает и выполняет вселенские законы. Это очень и очень важно, потому что незнание законов, как говорят, не освобождает от ответственности. Невыполнение или развитие или действия, которые не соответствуют вселенским законам, обречены на неудачу, обречены на неуспех. А следование вселенским законам, но я не скажу, что гарантируют, но по крайней мере дает зеленый свет любому проекту. Потому что жить нужно по законам, а не по понятиям. Поэтому вот этот момент очень важный. Потому что иногда думаешь, а почему 8? Вот почему именно цифра 8, а допустим там они 10? Итак, идем дальше. Первое, что начинается маркетинг-план, это наша карьерная лестница или лестница успеха. Опять же, посмотрите, 8 ступеней. 8 ступеней, начиная дистрибьютор, бронзовый дистрибьютор, серебряный, золотой, платиновый, даймонд, кроун даймонд и роял кроун даймонд. Для чего вообще нужна вот эта вот лестница успеха и зачем она существует? Как я уже говорил, мы приходим в сетевой бизнес учиться зарабатывать деньги. Это школа бизнеса. И мы просто не можем в одно мгновение прыгнуть, допустим, из дистрибьютора прямо на верхнюю ступеньку. Хотя бы потому, что мы не готовы к большим деньгам. Самая высшая ступенька, да даже и не самая высшая ступенька, это огромные деньги. И нужно понимать, что Вселенная, она вообще поступает очень мудро. Потому что большие деньги погубят любого, кто к ним не готов. Нужно время. И таких случаев очень и очень много, когда люди, которые были не готовы, получали случайно большие деньги, либо там выигрывали в лотерею, или получали наследство. Вы знаете, судьба их просто печальна. Просто печальна. Поэтому здесь все поставлено очень и очень мудро. И ваш доход, ваш доход всегда будет пропорционален вашему личностному росту. Только так. Как говорится, если вы хотите получать доход выше среднего, вы должны стать личностью выше среднего. Только так. Поэтому и существует вот эта у нас лестница успеха. Потому что мы постепенно, шаг за шагом, поднимаемся по этим ступенькам, по этой карьерной лестнице, учась, обучаясь, строя этот бизнес, обучаясь, как его строить. Мы постепенно поднимаемся со ступеньки на ступеньку. И каждой ступенькой поднимаясь, мы растем как личность. И вместе с нашим личностным ростом и как раз начинает увеличиваться и наш материальный доход. Потому что основной вселенский закон, он гласит, чтобы что-то получить, вначале нужно отдать. Отдать время, усилия, деньги. Хотя, надо сказать, что в нашем бизнесе про большие деньги особо говорить не приходится, потому что у нас не такие входы. Это в традиционном бизнесе. Но мы здесь, как в любом бизнесе, должны что-то отдать. И мы отдаем усилия и время. Потому что все в природе, что создается на века, требует времени. И в нашем бизнесе тоже. А сколько же времени требуется? Это зависит от того, насколько вы готовы отдавать. Как в том анекдоте, да? Посадил картошку, на завтра выкопал. Очень кушать хочется, да? Поэтому в среднем 2-3 года. 2-3 года. Вот почему надо менять мышление. Надо иметь терпение. Мы не построим большой бизнес, пока не создадим фундамент нашего бизнеса. Только таким образом. Итак, давайте посмотрим вход в компанию. Вот смотрите, один очень такой важный момент, который у нас практически никто на это не обращает внимания. При входе в компанию в нашем бэк-офисе есть 2 входа. Есть вход как дистрибьютор и вход как клиент. Но у нас почему-то все входят как дистрибьютор. Неважно, все как дистрибьютор. Но дистрибьютор при регистрации в компании ставит галочку, что он обязуется проплачивать автошип. Этого даже никто не замечает. И потом, когда наступает время автошип и дистрибьютор, так сказать, в кавычках, который не хочет его платить, и начинает возмущаться, почему я должен платить до каждого месяца и так далее. Понимаете? Потому что он подписался и согласился с тем, что он будет платить автошип. Если вы не хотите платить автошип, если вы входите как обыкновенные потребители клиента, так у нас есть клиентский вход, так и входите на него, будьте любезны. Там автошип платить не нужно. Там вы можете войти как потребитель, и когда вам нужно, тогда будете покупать для себя продукт. Да раз в год вы будете покупать, да ради бога. Вот в чем смысл. На это никто внимания не обращает. Хотя многих проблем мы бы избежали, если бы мы досконально знали бы вот эти вот самые мелочи. Идем дальше. Вход. Три входа. Дистрибьютор серебряный и золотой. И вот здесь тоже есть один вот такой момент. Ну, во-первых, три входа, это для того, чтобы, а не разные по сумме, для того, чтобы была возможность для любой категории населения, с любым доходом, войти в эту компанию. Во-вторых, посмотрите на размер входа. Самый дорогой вход, золотой, 210 долларов. Доступный для любого. Понимаете, когда я вижу компанию, в которой вход 1000 долларов, 2000 долларов. Знаете мне это о чем говорит? Это говорит о том, что компания одна задача. Она не уверена в своем будущем. Она не уверена, что она будет через 5 лет на рынке. Ее задача быстро, как говорится, быстро срубить бабки. Вот почему такие входы. И то же самое туда идут лидеры с большими входами, потому что с большими входами они получают сразу большие чеки. Вот причина. Так о каком же пассивном доходе можно говорить в таких компаниях? Поэтому, смотрите, компания, которая пришла всерьез и надолго, у нее не будет задачи вытащить в первый же год из бедных дистрибьюторов все из карманов. До последней копейки. Вход, он экономически оправдан. И поэтому, когда мы смотрим на наш вход, то видим, насколько здесь все легко и просто. Первый вход, дистрибьютор. Одна баночка продукта Skinny Fiber или сыворотка Agilis. Стоимость 86 долларов. Буду округлять. Значит, стоимость 86 долларов. 60 долларов – это стоимость продукта. 10 долларов – это одноразовая регистрация за пользование бэк-офисом. И 16 долларов – это доставка. Доставка продукции идет из Германии, со складов Германии с полным отслеживанием через интернет. Это как бы интернет-проект и интернет-магазин. Значит, хочу сказать, Германия дорогого стоит. Продукт имеет германский сертификат. Германский сертификат самый дорогой и ценный в мире. Я говорю дорогой не по цене, а по значимости. Потому что Германия – это страна, которая никогда не путит на свою территорию продукт, который не отвечает каким-либо требованиям. И она, продукт проверяется, продукт сертифицируется. Кстати, германский сертификат. Так вот, первый вход – доступный, легкий, простой. Второй вход – серебряный дистрибьютор. Уже несколько попроще. Две баночки любого номинования и одна баночка в подарок. То есть, экономим одну баночку. Стоимость – 148 долларов. Значит, хочу сказать, что продукция имеет баловое выражение. Каждый продукт имеет баловое выражение. Одна единица продукции у нас, что Skinny Fiber, что сыворотка Agilis, имеет в баллах 50 баллов. 50 баллов – это 50 долларов. Это один балл равен одному доллару. Для чего нужны вот эти баллы? Потому что бизнес у компаний в 165 странах мира. Во всех странах денежные единицы разные, а в баллах они будут везде одинаковые. Серебряный вход. Очень мало кто заходит. И вот третий вход – это золотой дистрибьютор. Золотой дистрибьютор – это три баночки любого продукта и три продукта идет в подарок. Самый экономически выгодный. 99,9%. Это практически все дистрибьюторы у нас заходят на золотой пакет, потому что, ну, надо сказать, надо, не знаю, кем быть, чтобы не зайти на золотой пакет. Смотрите, потребителю платят за три баночки, получают шесть. Экономически выгодно – выгодно. Одна баночка обходится в 35 долларов – выгодно. Продавцу, тем более, продавцу особо, потому что они покупают дешевле, продают дороже. И дистрибьютору вот здесь есть одна очень такая интересная изюминка. Потому что, купив золотой пакет, мы покупаем ранг золота на 30 дней. Вот что это за интересная штука такая? Вы знаете, впервые ни в одной компании никогда я не видел и не слышал, что было что-то нечто подобное. Входя в компанию, нам дают на 30 дней ранг золотого дистрибьютора. Это вот то же самое, как, допустим, вам дали примерить вот этот мундирчик на 30 дней. Вы его поносили, он на вас хорошо сидит, прекрасно чувствуете, а через 30 дней его надо отдавать, а вам снимать не хочется. Или пример такой, допустим, возможно ли такой где-либо еще. Ну, допустим, приходите вы устраиваться на работу, а вам начальник говорит, значит, так, вот 30 дней, пока ты будешь проходить испытательный срок, я даю тебе оклад замдиректора. Как вы к этому отнесетесь? Такое может быть? Нет, конечно. Вот и здесь. А вот здесь это возможно. Вот здесь это есть такое, потому что мы 30 дней получаем ранг золотого дистрибьютора, и мы 30 дней зарабатываем как золотой дистрибьютор. Для того, чтобы мы почувствовали вкус, запах денег. А потом уходить с золотого на простого дистрибьютора не очень-то хочется, но поэтому здесь это сделано с двумя целями. Первая цель это для того, чтобы вы за эти 30 дней закрыли квалификацию золота. Для того, чтобы вы не потеряли деньги. Это первый момент. И второй момент. Ежели у вас по каким-либо причинам не получилось закрыть квалификацию, вы можете на второй месяц, сделав автошип, вы можете взять также золотой пакет и продлить свой ранг золотого на следующий месяц. Итак, со входом мы разобрались. И вот теперь я хотел бы остановиться на очень важном интересном моменте, которые, в принципе, у нас не понимают, опять же, процентов 90. И сколько бы я ни сталкивался, вроде бы и... Ну хорошо, это новички, новичкам сложно, да? Новички не работали, они не понимают маркетингов там классически, там бинар, тренар и так далее. Но вот даже трудно для понимания дистрибьюторам, которые уже сетевикам, которые уже не один год, допустим, работали в каких-либо компаниях. Просто это говорит хотя бы о том, что, ну, видно, чем они занимались. Ну, наверное, занимались в этих компаниях прямыми продажами, поэтому, в общем-то, построением бизнеса занимались мало. Так вот, у нас два маркетинг-плана. Классический маркетинг-план и тренар. То есть классический с переходом в тренар. Так вот, что такое классическое построение бизнеса? Классическое построение бизнеса, это значит, что вот они вы, вы, и все ваши лично приглашенные люди, они становятся у вас первое поколение. Их может быть сколько угодно. Один, два, три, пять, десять, двадцать, сто, тысяча, миллион. Все лично приглашенные, первая линия. Вот я здесь нарисовал, это первое поколение. Приглашенные, ваших приглашенных, это второе поколение. Ну, и, соответственно, дальше идет. Третье поколение, четвертое, пятое и так далее. Теперь давайте посмотрим такое понятие, как нога или ветка в нашей структуре. Значит, что такое нога? Вот я вам показал на рисунке, я ввел. Нога один, это структура, которая образовалась под вашим лично приглашенным партнером. Под вашим лично приглашенным партнером, также по классике, он приглашает своих лично приглашенных, они у него первая линия, дальше те приглашают своих, это вторая линия. И так глубина до бесконечности. Вот это есть одна из ног. Далее, следующий, ваш лично приглашенный, образует вторую ногу. Аналогично, следующий образует третью ногу. Также у вас будет четвертая нога, пятая нога. И вообще, ног может быть столько, сколько у вас лично приглашенных. Даже когда я показываю пятая нога и один человек, ну, в принципе, это тоже нога. Даже с одним человеком, это тоже нога. Итак, понятно, что такое ноги. И вот теперь, мы должны понимать, что нам компания для квалификации, для нашей квалификации, она нас оценивает по трем ногам, по трем активным ногам. Что такое активные ноги? Активные ноги, это ноги, в которых совершается ежемесячный какой-то товарооборот. Так вот, нам для квалификации нужно всего три ноги. А у нас их может сколько угодно быть. Так вот, что такое товарооборот и что такое групповой товарооборот? Понимаете, многие вот этого не понимают. Так вот, я здесь сделал маленький примерчик. То есть, я в каждой ноге показал определенный, нарисовал товарооборот, который совершила группа. И групповой товарооборот, это сумма всех товарооборотов, всех ваших ног. И в данном случае, на нашем рисунке, получается, что наш групповой товарооборот получается 6150 баллов. В ваш групповой товарооборот, ваш личный товарооборот не входит. Вот теперь, вот наш товарооборот как раз и нужен для квалификации. Нужен для квалификации. Для закрытия квалификации. Вот сейчас мы к этому и подойдем, рассмотрим наши квалификации. Квалификации я вам показал по карьерной лестнице у нас от дистрибьютора до роял Кроун Даймонд. Дистрибьютор. Дистрибьютор это партнер компании, которая покупает продукцию на 50 баллов. И ежемесячно проплачивает автошип. Вот автошип это интересная вещь. Это очень интересная вещь. Автошип это ежемесячное подтверждение активности. Необходимо приобретать одну баночку продукта любого наименования стоимостью 50 баллов. Вот эта вот активность она существует во всех компаниях. Во всех компаниях продуктовых есть активность. Во всех. Для чего нужен автошип? Для чего нужна эта активность? Это как раз стабильность, надежность компании. Вот автошип гарантирует получение вами пассивного дохода. Потому что автошип обязателен для каждого партнера ежемесячно. Если партнер не делает автошип, согласно договоренности с компанией, его компания через месяц убирает из структуры и он теряет все возможности для получения бонусного вознаграждения. Так вот, размер автошипа. Понимаете, вот сколько компаний, вот столько и существует вот этих размеров суммы, суммы вот этой ежемесячной активности. Понимаете, вот когда смотришь маркетинг план, разбираешь и видишь, для чего же все-таки создавался вот этот маркетинг план. И чувствуешь, о ком думал тот, кто создавал маркетинг план. Он думал о себе или думал о дистрибьюторе, который будет это делать. Понимаете? Потому что есть компании, у которых автошип превышает все разумные пределы. Что делать с этой горой продуктов, если человек его не будет продавать? Я уже говорил, либо складировать, либо мазать на хлеб, либо уходить с компанией. Вот третий вариант это и есть. Те, кто уходит с компании. Потому что автошип должен быть ровно столько, сколько нужно человеку для личного потребления. И вот здесь, посмотрите, как мудро сделал Бен Глинский. Автошип – одна баночка продукта в месяц. Причем, вы заметьте, у нас два продукта. И нам нужно два продукта. Каждому из нас нужно два продукта. А автошип – одна баночка. Нам даже не хватает. Для личного потребления не хватает. А нам гласят – одна баночка. Минимум. Минимум. Одна баночка продукта. Все. Значит, это о чем говорит? Что его делать просто и легко. Тем более, он называется автошип. Он делается на полном автомате. Это значит, автоматически наступает дата автошипа. Снимаются с карты у вас деньги. Проплачивается продукт, продукт вам отправляется. Значит, мы совершенно не тратим на это никакого времени и усилий. Продукт приходит по почте. И мы только узнаем о том, что у нас автошип тогда, когда пришло извещение. И все наши усилия направлены именно на то, чтобы заниматься нашим прямым делом. Это строительство нашей команды. Вот, что такое автошип в понимании компании Skinny Body Care. Итак, наши квалификации. Бронза – это три активные ноги, которые находятся по дистрибьютору. Я уже говорил, что у нас квалификации идут по трем активным ногам. Бронзовый дистрибьютор. Дальше идет серебряный дистрибьютор. Серебряный дистрибьютор по аналогии в трех активных ногах по одному бронзовому дистрибьютору. Ну и, в общем-то, далее идет тоже совершенно аналогичным образом. У нас золотой дистрибьютор – это три серебряных в трех ногах. Но здесь уже пошло групповой товарооборот. У золотого дистрибьютора групповой товарооборот – 3000 баллов. 3000 баллов – это 3000 долларов. Соответственно, далее идет платиновый дистрибьютор. У него то же самое в трех ногах по золотому дистрибьютору. И групповой товарооборот – 10000 баллов. Но здесь есть уже один нюанс. У нас в каждой из ног должно быть групповой товарооборот не менее 1000 баллов. Почему? А потому что у нас человек может, партнер компании, купить просто золотой пакет, он будет золотым дистрибьютором. И по этой категории он выполнил условия, но по групповому товарообороту он не выполнил. Поэтому введено вот такое условие. Дальше – Diamond. Diamond – три платины в трех активных ногах. Груповой товарооборот – 50000 баллов. И вот здесь есть один маленький нюанс. Дело в том, что платиновый дистрибьютор может быть не обязательно в вашем первом поколении, в первой линии. Платиновый дистрибьютор может быть где-то в глубине, неважно. Лишь бы в вашей ноге на любой глубине был платиновый дистрибьютор, и тогда у вас засчитывается квалификация. Это, кстати, сказать относится и ко всем другим. Итак, Crown Diamond – аналогичное. Все аналогично. Даймонды в трех ногах. Груповый товарооборот – 250 000 баллов. И Royal Crown Diamond – самая высшая квалификация. Это три Crown Diamond в трех активных ногах. И групповой товарооборот – 1 миллион баллов. 1 миллион долларов. Классная, между прочим, квалификация. Один Royal Crown Diamond делает миллион долларов товарооборота. Итак, идем дальше. Итак, доход номер один. Доход номер один – это бонус линии Powerline. Вот смотрите, опять начинает фигурировать цифра 8 долларов. Я задавал себе вопрос, а почему 8 долларов? Почему не 10? Почему именно 8? Ну вот это, по всей видимости, связано с тем, о чем я вам и говорил. Что цифра 8 – это знак бесконечности, это знак бесконечных возможностей. Так вот, бонус линии Powerline – это просто, как мы говорим, подарок компании. Это бонус приветствия. Каждый партнер, который входит в компанию, неважно, пригласил он кого, не пригласил он кого, он получает за первый месяц 8 долларов. Выплата единоразовая за первый месяц, в первую неделю следующего месяца. И вот надо сказать, что ни в одной компании я не видел ничего подобного. Ну, многие найдутся такие скептики или негативщики, которые скажут, что ну вот, это 8 долларов, что это за деньги, какие-то копейки, да? Но 8 долларов – это подарок. Скажите, пожалуйста, вам где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь просто так что-нибудь дарил? Давайте так, вы пришли на работу устраиваться на дядю, да? И вот вы устроились на работу, и он в первый же день вам говорит, дорогой, я очень тебя уважаю, тебя очень люблю, я тебе 300 рублей просто так дарю за то, что ты пришел ко мне на работу. Такое бывает, вы же знаете, что у нас наоборот, приходишь на работу, испытательный срок, но испытательный срок тебе дает минимум, допустим, выдержив, а потом тебе уже только по истечении испытательного срока тебе дадут уже твой положенный оклад. Так вот, это просто, как говорится, жест доброй воли – это приветствие компании. Добро пожаловать в мир безграничных возможностей. Вот так я оцениваю бонус линии Powerline. Помимо Господи нас грешных и спаси, И если можно, эту чашу пронеси, ты мимо нас в который раз.